Продолжение следует... Ева Гримальди, Николь Гримауда, Антонелла Панциани, Лунетта Савино, Катерина Вяртова, Нэнсибрилле в роли Вики и Вирна Лизи в сериале «Салон красоты». 25 августа. Декабрь. Странная вещь, календарь. Один месяц может изменить всю жизнь, как, например, мою. Но я не унываю даже среди неудач и разочарований. Говорят, у меня сильный и решительный характер. Но тот декабрь был из ряда вон. Меня зовут Виктория или просто Вики, и я расскажу вам свою историю. Режиссёр Маурицо Понци Привет. Привет, Боба. Понятно, почему ты в отличной форме. Бегаешь по утрам? Полчаса перед работой. Честно говоря, я жду тебя с восьми. Как ты узнал, что я приду сюда? Я ведь могла и не вернуться. Вечером ты сказала, что никуда не пойдешь. Извини, куда бы ты пошла. Ладно, давай сменим тему. Вики, скажи правду. Ты ещё встречаешься с Вентурой? Я не обязана тебе отвечать. Мне важен твой ответ. Всю неделю я приглашаю тебя развлечься, а ты отказываешься. Мне хочется побыть одной. Это вполне естественное желание, верно? Да, ты права. Я хотел пригласить тебя куда-нибудь. Мы отлично проведём время. Я же сказала, что не хочу постоянных связей. Так что не настаивай, пожалуйста. Но я ведь тебе нравлюсь. Скажи хотя бы это. Не знаю. Я ещё не решила. У меня есть шанс? Не дави на меня, ясно? Ладно. Пока, Бобо. Субтитры создавал DimaTorzok Вуаля. Ты уверен, что она не развалится? Клянусь. Я потрясу всех. Потрясёте? Нет. Все упадут. Скажи, а выключатель, чтобы зажигать и гасить огоньки, не опасен? Конечно, нет. Кроме того, Ася, если у вас вдруг загорится парик, весь охотничий клуб будет говорить только о вас. Ты прав. Спасибо. Готова. Можете идти стричься. Спасибо. О, Боже, когда закончится этот ужас? Видишь, уже две недели никого нет. Вообще-то обещали, что перед праздниками возьмут новых работников. Если так будет продолжаться, нас тоже выставят за дверь. Накаркаешь. Ладно. Пусть берут новых. Я поняла. Это всё подруги Миранды. Готова спорить, это её род дело. Да? Что за ерунда? Я ещё понимаю, дуться на тебя из-за вентуры, но зачем впутывать своих подруг? Это неприлично. Я могу её понять. После всего, что она натворила, это ещё не самое страшное. Держи. Спасибо. Меня где-то продуло. Это не Вентура? Он. Как он смотрит? Настоящий влюблённый. Настоящий мерзавец. Миранда была бы права, бросив его. Знаешь, сколько раз он ей изменял? Она, кстати, тоже замужем, так что пусть не жалуется. Разве мы заказывали цветы? Нет. Ходите. Извините, я должен доставить этот букет сеньоре Мельце. Спасибо. Он ещё и цветы присылает. Да, пытается снова меня завоевать. Что ещё? Дай ему чаевые. Держи. Спасибо. Закройте дверь, на улице холодно. Хорошо. Иногда мне даже жаль его, ведь он так ничего и не понял. Цветы не от него. Ты мой утренний луч света. Бобо. Бобо де Контрис? Сеньора де Контрис всё слышала. Потише. Я правильно поняла? Это Бобо прислал цветы? Да, сеньора де Контрис, он, кажется, потерял голову. Всё из-за тебя. Причём здесь я? Бобо взрослый и сам решает, с кем ему встречаться. Нет, Бобо мой сын. Я хочу, чтобы ему досталось лучшее из лучшего. Антонелла Себастьян, отличная партия для него. Почему мне должна нравиться другая? У каждого свой вкус. Слава Богу, мы живём в свободной стране. Послушай, ты должна вырвать Бобо из лап этой путаны, ясно? Я не имею влияния на твоего сына. Зато на парикмахершу должна иметь. Ты первая женщина в этом городе, поэтому бери из-за дела. Добрый вечер. Добрый вечер. Нам нужно поговорить. У вас мило. Спасибо. Итак, чем вызван ваш визит? Вопрос весьма деликатный. Слушаю вас внимательно. Это касается ваших отношений с Бобо. То есть? Видите ли, сеньорина Мельци, Мой муж имел другие планы относительно своего сына. И Боба, я думаю, тоже. В общем, он... Он за вами ухаживает, верно? Но не надейтесь, что это серьёзно. Что вы пытаетесь мне сказать? Что мы хотим, чтобы ваши отношения прекратились. И даже готовы пойти вам навстречу. Естественно, если вы будете благоразумны и изговорчивы. О чём вы? О чём? Мой муж очень богатый человек. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Я прошу вас уйти. Сеньорина, я не хотела... Послушайте, сеньора де Контрес, я не позволю обращаться со мной подобным образом. Ни вам, ни вашему мужу. И главное, в моём собственном доме. Поэтому сейчас же уходите. Я не хотела вас обидеть. Уходите и побыстрей. Я только пыталась. Вон! Хорошо. До свидания. Алло. Ну, тебе понравились розы? Я разговаривала с Ольгой. Да? И что она тебе сказала? Ты не представляешь, как я зла. Знаешь что? Послушай, Боба, я не хочу, не желаю иметь с тобой ничего общего, ни с тобой, ни с твоей семьёй. Объясни, что случилось? Оставьте меня в покое. Все, ясно? Что ты говоришь, Вики? Объясни. Идите вы все к чёрту. Ты, твоя семья и ваши поганые деньги. К чёрту. К чёрту. К чёрту. К чёрту. К чёрту. К чёрту. А necessary. К чёрту. К чёрту. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Одевайтесь, синьорина. Повода для беспокойства нет. Но на всякий случай сдайте анализы. Вы могли бы лечь в больницу, скажем, следующий понедельник? В больницу? Зачем? На гистологическое обследование. А что это такое? Ничего особенного, не волнуйтесь. Мы возьмем образец кожи для анализа, и вы избавитесь от тревожных мыслей. Сколько времени займет обследование? Всего сутки. Однако для получения результата необходимо запастись терпением как минимум на 10 дней. Итак, вы согласны? Надеюсь, Рождество мы встретим вместе? Конечно, дорогая. Спасибо, синьор. Доброго Рождества. Мы собираем пожертвования для прихода Сан-Рока. Спасибо, синьор. Не за что. Желаю вам доброго Рождества и счастливого Нового Года. Вы слова да Богу в уши. Доброго Рождества Понятно. Как вам удобно, нет проблем. До свидания. Анна, что происходит? Ничего. Деконтрис не придет. На утро у нас всего четыре клиентки. Все ее подруги? Да, и ни одна не звонит. Не дай бог случится, как со спадони. Это все из-за Вики. Надеюсь, скоро черная полоса пройдет. Иначе дело плохо. Этот тип постоянно торчит здесь. Он ждет Вики. Каждый день кто-нибудь приходит. Только не клиенты. Мне в голову пришла идея. Синьор Вентура. Добрый день. Здравствуйте. Вы ищете Вики? С чего вы взяли? Просто подумала. Ее сегодня не будет. У нас мало работы в эти дни. А я думал наоборот. Да, я тоже так думала. Однако, мы потеряли много клиентов. Из-за непредвиденных обстоятельств. То есть? Скажите, у вас есть минутка? Давайте поговорим. Да-да, конечно. Приемная профессора Ламберти. Здравствуйте. Меня зовут Вики Мельци. Я должна лечь на обследование в понедельник. Да. Но я сильно простудилась и хочу перенести его. Это ведь не срочно. Как только мне станет лучше, я перезвоню. Спасибо. Ты ведь не сделаешь мне больно. Ты готова к страданиям? Не бойся, у меня легкая рука. Не хватало только простуды. Почему? Что-то случилось? Обычные неприятности. Я... Ну что? Объяснишь, в чем дело? Ты какая-то странная. Я немного расстроена. На тумбочке лежит список покупок. Хорошо. Я уже иду. Давай. А ты тем временем наведи-ка красоту. Что? Макияж. Синие круги под глазами, желтизна на щеках не красят женщину. Тем более больную. Иди за покупками, а то магазины закроются. Ладно, я пошел. Подкрасься. Обязательно. Пока. Подумать только. Макияж. Дорогая Вики, я знаю, что ты решила разорвать наши отношения. Не знаю, кто прислал тебе те розы, но мне хотелось разбить окно, чтобы вырвать их из твоих рук. Последний раз я чувствовал такое в 15 лет. Но тебе, наверное, все равно. К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Дорогая Вики, я не могу подойти к телефону. Привет. Привет, Миранда. Спасибо, что пришла. Надо же. Ты еще помнишь? Сухой, безо льда. Правильно? Угу. Ты соскучился или у тебя проблема? Моя интуиция подсказывает, что скорее второе. Я хочу поговорить о Вике. Интересная тема. Мы больше не встречаемся. Она меня бросила. Неужели? Очень жаль. Миранда. Ты прав, извини. Мы об этом уже говорили. Твой муж мой друг. Настоящий друг. Ага. Да и ты всегда говорила, что никогда не осмелишься его бросить. Да, да. Сегодня прекрасный день, и я не хочу впадать в депрессию. Депрессионный день, и я не хочу впадать в депрессию. Кто там? Ты еще злишься? Привет. Привет. Лука сказал, что тебе не здоровится. Лука. Какой болтун? Твои микробы меня не пугают. Послушай, завтра вечером в охотничьем клубе будет праздник. Хочешь пойти со мной? Неужели ваша семья передумала? О чем ты? Ты не понял, зачем приходила Ольга? Нет, и зачем? Она готова заплатить, если мы расстанемся. Что? Вики, клянусь, я ничего не знал. Меня еще никто так не унижал. Я с ней поговорю. Я не испытываю к ней симпатии, более того, считаю ее интриганкой. Ты ошибаешься, она честная девушка. Впрочем, это не важно. Я только прошу тебя не портить ей бизнес. О чем ты? Не прикидывайся, Миранда. Ты плохо отзывалась о ее салоне, и твои подруги перестали его посещать. Бог с тобой. Ты меня переоцениваешь. Миранда, я очень прошу тебя. А ты нахал, Роберто. Знаешь, ты можешь попросить меня о чем угодно, и я тебе не откажу. Надеюсь, ты говоришь правду. Спасибо, Миранда. Ты очень любезна. Спасибо. Пожалуйста. Ну, наконец-то. Вижу, тебе стало лучше. Лука, я же сказала, что не желаю его видеть. Он позвонил, чтобы узнать, как ты. Я его пожалел. Запомни, если я сказала нет, значит нет. Какая прелесть. Это он подарил? Скажи мне правду. Неужели он совсем тебе не нравится? Дело не в этом. Просто Боба мужчина не в моем вкусе. Нет? А кто же тебе подходит? Роберто Вентура? Возможно. Вики, послушай меня. Ты должна выкинуть его из головы. Почему? Он написал очень нежное письмо. Я видел его с Мирандой. Он обманул тебя, Вики. Они не расстались. Я тебя не понимаю. Боба замечательный парень. Он от тебя без ума. Может, ты подумаешь еще раз? Кстати, о чем вы говорили? Он пригласил меня на праздник. В охотничий клуб? Неужели? Туда ходят только избранные. Ты хочешь сказать, что мне там нечего делать? Нет, нет. Ты обязательно должна пойти туда. Обязательно. Знаешь, что он сказал мне сегодня утром? Что хочет пригласить ее на праздник. В клуб. Это результат твоего вмешательства? Не вовлекай меня в эту историю. Из-за тебя мне пришлось вытерпеть унижение. А что в этом унизительного? Предложить деньги. Впрочем, ты не смогла сделать даже это. Отец, я должен поговорить с тобой. В чем дело? Нам нужно поговорить наедине. Выйди. Пожалуйста. Я в ярости, папа. В чем дело? Хочешь? Нет. Тогда я тоже не буду курить. За компанию. В чем проблема? Ольга. Ольга? Что она натворила? Она ходила к Вике. Вике? Девушка, которая была на твоем празднике? Да, да. Ольга предложила ей деньги, чтобы она рассталась со мной. Нет, не могу поверить. Как в мыльной опере. Отец, это не смешно. Между прочим, она отнеслась к ней, как к обыкновенной проститутке. А ты уверен, что Вике все это не придумала? Я уверен, все было так, как она сказала. Похоже, Ольга перегнула палку. Хорошо. Я с ней поговорю и попрошу не лезть в твои дела. И главное, я хочу понять, зачем она это сделала. Спасибо. Скажи, а какие у вас с Вики отношения? Это серьезно? Да, серьезно. По крайней мере, для меня. Видишь ли, я слышал всякие сплетни. Отец, мне наплевать на прошлое Вики. Кроме того, я уверен, что Вики порядочная девушка. И меня это устраивает. Конечно, конечно. Если она тебе нравится, значит, в ней что-то есть. Когда вы познакомитесь, она тебе понравится. Знаешь, что мы сделаем? Пригласим ее к нам в гости на следующей неделе. Извини, я должен идти, меня ждут в муниципалитете. Я и так опаздываю. Как всегда. Мой Боба колдован парикмахершей. Отец, она не парикмахер, она специалист по связям с общественностью, а училась на архитектора. Это уже лучше. Объясни, почему для тебя это так важно? Потому что ты мой сын, я о тебе желаю только добра и думаю о твоем будущем. Будь спокоен. Если тебе нравится, то понравится и мне. Ты заставил пойти меня к ней. А теперь хочешь убедить своего сына, что это была моя идея? Ну так скажи ему об этом. С тех пор, как мы женаты, я стараюсь завоевать его расположение. А ты постоянно пытаешься нас поссорить. У Боба была мать. Он страдал после ее смерти. И другая мать ему не нужна. Ты только посмотри. Боба де Контрис лучший жених города в компании Вики Мельци, совладелица салона красоты. Их видели вместе на вечеринке в охотничьем клубе. Жених и невеста. Надо же, Вики стала знаменитостью. Из-за одной маленькой фотографии. Похоже. Заносите. Аккуратно. Смотри. Какая красота. Здравствуйте, сеньора. Добрый день. Куда поставить елку? Туда. Понялся. Осторожно. Осторожно. Какая она большая. Какая прелесть. Бесподобно. Просто огромная. Понадобится много шаров, чтобы ее украсить. Нет, нет, я подойду. Да? Да, это я. Сейчас буду. А Вики нет? Нет, она не пришла. Хочешь, я позвоню ей? Нет, я сама позвоню и попозже. Хотите кофе? С удовольствием. Спасибо. А вы будете? Да, спасибо. Тогда я схожу за кофе. Только, пожалуйста, не глазей, как всегда по сторонам. Да. Пойду узнаю, куда делась Вики. Красота. Да, температура спала, но я еще чувствую слабость. Тогда перенесем обследование на следующий понедельник. Нет, в понедельник я буду занята весь день. Тогда во вторник. Доктор, давайте я вам сама перезвоню. Дайте мне время подумать. Сеньора, я понимаю ваше состояние, но, повторяю, речь идет всего об одном анализе. Это для вашего же спокойствия. Согласна. Тогда во вторник в 9 утра. Хорошо. Не переживайте, уже на следующее утро вы будете дома. Да, а результаты? Я же сказал, запаситесь терпением, но я уверен, что все пройдет хорошо. Будьте спокойны. Прошу вас. Хорошо, доктор, до встречи. До свидания, сеньора Мельцы. Слушаю. А, Анна, привет. Да, да, извини, я задержалась. Не беспокойся, сейчас соберусь и приеду. Пока. Вечером твоя очередь готовить. Ладно, но только яичницу и салат. Понятно, зайду в кафе. Ты ангел. Анна тоже заставляет вас работать в понедельник. Пока. Пока. Добрый день. Добрый день. Вы не можете объявить розыск, прошло уже два часа. Я сожалею, сеньора Борси, но чтобы сделать заявление об исчезновении, должно пройти не менее суток. Но за сутки многое может случиться. Я беспокоюсь, она беременна. Объясните, что здесь произошло? Душка исчезла, вышла за кофе и не вернулась. Да, обычно она предупреждает меня, когда куда-то выходит. Что могло случиться? Успокойся, может, ничего и не случилось. Да, новости? Никаких. Если хотите, я обойду округу, может, встречу ее. Ты прав. Вместо того, чтобы ждать 24 часа, сложа руки. К сожалению, таков закон, сеньора. Нет, я не говорю о вас, просто... Что происходит? А ты не догадываешься, Душка? Ты решила всех нас вести с ума? Мы уже вызвали полицию. Сказала, что пошла за кофе и пропала на два часа. Извини, я о нем забыла, но если хочешь, схожу прямо сейчас. Нет уж, Душка, отныне отсюда, ни ногой. Ясно? Тише, тише, все хорошо, что хорошо кончается. Я схожу за кофе. Извините, комиссар, я перенервничала. Слава богу, все кончилось благополучно. Лука, Душка, начинайте украшать елку, за дело. Вперед. Сейчас. Извините за беспокойство, комиссар. Я рада, что все обошлось. Если больше не увидимся, желаю хороших праздников. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Душка, где ты была? Просто гуляла. Я подумала о моей семье. Они все дома. А я здесь. Даже в Рождество. Извини, я не сдержалась. Но я переживала, ты же понимаешь. В общем, я желаю тебе добра. Да. Я знаю. Ты хорошая. Хватит трагедии, иди делать бантики. Вперед. Я подумала, что... Альфио Барбо очень любезен, верно? Особенно с тобой. Что ты хочешь сказать? Не притворяйся, он влюбился в тебя с первого взгляда. Неправда. Нет, это неправда. Он просто очень любезен. Конечно. Извини. Что ты здесь делаешь? Я пришел сказать, что отец приглашает тебя к нам в следующую субботу. Будет много важных гостей. Боже, какая ты красивая. Сделаем вид, что украшаем. Да. Не надо, на нас все смотрят. А мне наплевать, смотрят на нас или нет. Это же Вики. Просто бесплатное шоу. Какой порыв. Ты сошел с ума. Так и есть. Сколько, сеньора? Полторы тысячи. Ну и дела. На нас правда все смотрят. Ладно. Ты победила. Это тебе. Что это? Открой. Надеюсь, тебе понравится. Боба, ты сошел с ума? У меня нет слов. Смотри, он дарит ей кольцо. Тогда это уже помолвка. Неужели тебе не нравится? Шутишь, Анну, прекрасно. Оставь его хотя бы на три дня. Если после этого останутся сомнения, вернешь его мне. И будем друзьями, как и прежде. Договорились? Идет? Вики должна быть мне благодарна. Если бы не я, она бы еще переживала из-за мерзавца Вентура. Но где она еще найдет такого, как Боба де Контрис? Нашла бы ты себе такого же, как Боба де Контрис, а не Феличетто. Неужели принцесса на гороши не заговорила? Слушай, синьера. Кто составил этот список? Ваш муж. Это список поздравительных открыток для клиентов. А Лука Манфредди разве он клиент? Бичи, думаю, я выразилась ясно. Я не хочу даже слышать имя этого Гея Луки Манфредди. Вы сказали, что если Лука позвонит, я должна ответить, что синьора Андреа нет. Но вы не сказали. Ладно, ладно. Ты уже отправила это поздравление? Случайно не прочитала? В общем, там было написано что-то особенное или только поздравление? Конверт был закрыт, я его только отправила. Скажи, часы работы те же? Да, в моей жизни ничего не изменилось. Тогда я подожду. Если ты не против... Можешь провожать меня до дома. И хватит. Каждый вечер? Каждый вечер. А после этого что мы будем делать? Попрощаемся. Ясно. Думаю, тебе не на что обижаться. Я и не собираюсь. Подожди, я выброшу. Дед Мороз, дадим ему что-нибудь? Да. Желаю тебе год полной любви, молодой человек. Спасибо. Надеюсь, так и будет. Пошли. Возьмите это. Берите, берите. Спасибо, удачи, спасибо. Предупреждаю заранее, не строй иллюзий. Мы накануне Рождества, перестань. Что такое? Почему они всегда косятся на меня? Что я им сделал? Я разберусь. А ты иди. Увидимся вечером. Значит, встречаемся в восемь? Да, в восемь. Ты сказала в восемь? Ты еще и глухой? Я сказала в восемь, пока. Тина, извини, что я тебе это говорю. Мне кажется, тебе не стоит встречаться с этим типом. Мы переживаем за тебя. Да, ради меня, конечно. В конце концов, кто встречается с Фелич, это я или вы? Неужели ты говоришь серьезно? Я похожа на шутника? Отойдите. Что, замерли? За работу. Мне кажется, ты сошла с ума. Повторяю, не лезьте в чужие дела. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Армандо, повлияй на свою дочь. Заставь ее одуматься. Полюбуйся на нее. Доска, я думала, это Сара. Где ты была? Я даже не заметила, как ты вышла. Я гуляла. Опять? Не хочешь поговорить? Нет. Привет, мама. Привет. Вы еще не спите? Я устала, пойду спать. Завтра поговорим. Хорошо. Спокойной ночи, мама. Нет, с тобой мы поговорим сейчас. Нет, давай обойдемся без скандала, мама. Как получилось, что ты ушла в брюках, а возвращаешься в юбки? Причем не в 12, а после часа ночи. Хочешь знать правду? Юбку я надела на лестнице, потому что не хотела спорить с тобой. И потом я опоздала всего на четверть часа из-за молодого человека. Мы просто болтали ни о чем. Не волнуйся. Почему нельзя сказать сразу? Я бы тебе сказала, но я ненавижу допросы, мама. Какой допрос? Кто этот парень? Вот видишь. Что видишь? Я не могу узнать, как его зовут. Его зовут Вальтер. Сколько ему лет? 18. Он приличный? Да, приличный, даже слишком разбирается в классической музыке. Он ее обожает, знает все о Шопене, о Моцарте. Немного скучный, но зато симпатичный. Если этого достаточно, тогда спокойной ночи. А чем он занимается? Он учится со мной в школе. Спокойной ночи. Его зовут Вальтер. Он ее одноклассник. Автор перевода Даниил Немтинов. Редактор Михаил Богуш. Звукорежиссер Константин Бойков. Тех читали актеры Елена Теплая, Александра Тихомирова и Всеволод Калошин. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Твин в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok